друзья всем огромный привет вы на канале интерактивной фотошколы арт фото life меня зовут серджио и сегодня у нас с вами битва двух титанов обработки эта программа capture one и программа lightroom classic от адоб это у нас первое видео с которого мы начинаем изучать capture one поэтому если вы заинтересованы в обучении обработки capture one заходите на телеграм-канал там вы найдете подробную инструкцию о скачиванию и установке данной программы все нужные ссылочки как всегда будут находиться в описании к этому видео а в сегодняшнем видеоролике мы с вами попробуем найти принципиальные различии между capture one и lightroom я лишь предлагаю узнать правду больше ничего но если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и забрать подарок два моих набора авторских пресетов и друзья в качестве анонса хочется сказать что я буквально в ближайшее время запускаю два курса именно по capture one и так первый курс это будет курс экспресс где мы буквально за три видео урока включая этот полностью научимся с вами и овладеем навыками работы в этой замечательной программе если эти видео уроки вам понравятся и зайдут аудитории то мы с вами продолжим обязательно изучать capture one и подробно и досконально обязательно разберем все приемы все инструменты этой программы те ее преимущества перед программами компании adobe и поэтому если ты заинтересован чтобы этот курс продолжался то не забудь поставить лайк написать комментарий и и поделиться этим видеороликом со своими друзьями в соц сетях как только это видео наберет тысячу просмотров мы с вами продолжим изучать capture one как всегда все необходимые ссылки будут находиться в описании к этому видео ну а мы не будем терять времени с вами интерактивная фотошкола арт фото life меня зовут серджио и поехали итак друзья перед нами абсолютно одинаковое изображение она не обработанное это raw файл и слева она открыта в программе lightroom а справа она открыта в программе capture one и давайте мы сразу обратим внимание на первое отличие которые бросаются в глаза если вы смотрите это видео на телефоне то возможно вы эту разницу не увидите но это только поначалу позже мы перейдем к таким инструментом где разница явная ее можно заметить абсолютно на любом устройстве и так давайте я увеличу изображение сразу вам покажу какие отличия мне бросились глаза итак друзья как я уже сказал этот портрет необработанный поэтому не обращаем внимание на некоторые недостатки на этом изображении нас интересует прежде всего различия которые мы видим цветах цветах и так далее но все по порядку на что я прежде всего хочу обратить ваше внимание это свет от лампы который падает на лицо модели и так слева в lightroom и мы видим вот такой вот четкий треугольник который находится вот здесь под глазиком и слева от носика если мы посмотрим с вами слева на изображение capture one то мы не увидим здесь такого явного желтого цвета более вам скажу что вот переход между розовыми оттенками кожи слева и справа он абсолютно разный то есть слева мы видим такой жесткий переход от одного цвета к другому и это у нас lightroom друзья и в компании capture one мы видим с вами плавненький переход такой нежный градиент который переходит практически незаметно для нашего взгляда от одного цвета к другому если мы с вами переместим изображение на другой участок то мы увидим тот же самый эффект и так слева у нас adobe lightroom и мы видим вот такой вот явный переход от нежных розовых оттенков кожи до явно желтых и справа мы таких явных переходов не видим это конечно же большое преимущество что еще сразу бросается в глаза если мы посмотрим на резкость изображения это видно как по текстуре на коже и например вот на ресничках то мы также с вами увидим хоть это и не сильно бросается в глаза но тем не менее у capture one изображение более резкое более объемная и теперь если мы посмотрим с вами на волосы то мы увидим что справа изображение более объемная и более контрастная при этом отсутствуют какие-то неприятные такие цвета которые как правило мы получаем при ненужном для нас балансе белого и так справа capture one мы с вами можем наблюдать такой микро контраст итак друзья я заговорил с вами о балансе белого и давайте здесь остановимся поподробнее обратите внимание если я открою сейчас настроечки lightroom то мы увидим что у нас баланс белого стоит как снято и обозначается он как 3550 кельвин и оттенок мы видим минус 1 и теперь переместимся в баланс белого и оттенок в capture one и что же мы увидим там а здесь мы видим совершенно другие значения и они как видите составляют 3617 кельвин и оттенок минус 3,3 интересно не правда ли да будет если мы с вами в программе capture one выставим баланс белого именно тот который стоит у нас в lightroom давайте проведем такой эксперимент итак выставляю я здесь 3550 наше изображение стало немного таким фиолетовым но но не стало абсолютно похожим на фотографию которую мы видим в lightroom при этом казалось бы баланс белого у нас выставлен абсолютно одинаково и так друзья как вы знаете баланс белого программе lightroom по умолчанию обозначается как снято давайте теперь обратимся к capture one и посмотрим что же здесь с этим происходит и так после того как мы внесли с вами изменения у нас появилось слово настройка это означает что мы внесли какие-то ручные корректировки в баланс белого если мы с вами кликнем на кадр вот сюда у настроечки вернуться по умолчанию в дефолтному состоянию его друзья теперь давайте посмотрим на белок глаза и по моему ощущению программа capture one белый цвет передает более правильно итак слева в программе lightroom я могу наблюдать еле заметные фиолетовые оттенки которые находятся на белке глаза и справа в программе capture one эти оттенки такие более серые это именно тот белый цвет который мы с вами больше всего привыкли видеть именно вот такой и это согласитесь уже большое преимущество и так друзья те различия которые мы с вами сейчас наблюдали они конечно же не принципиальные и ползунками того же баланса белого можно получить идентичное изображение и она будет абсолютно практически одинаковое что слева что справа что в лайтрум что в capture one дамы в capture one видим более приятные оттенки цвета но давайте все таки рассуждать здраво и объективно это не такие значительные различия как вы видите чтобы говорить о каких-то особенных преимуществах но так ли все просто давайте с вами теперь откроем городскую фотографию и посмотрим на другие особенности программы capture one и так друзья перед нами очередная фотография это городской сюжет и это также фотография абсолютно без какой-либо обработки и как вы знаете мы все любим с вами делать hdr это расширенный динамический диапазон когда мы добавляем информацию в светах и в тенях давайте посмотрим как с вами справятся эти программы с таким методом и так мы переходим с вами в лайтрум и делаем с вами классический метод витая полностью убираю влево белый я тоже уберу влево хотя это делаю не всегда но сейчас для эксперимента это самое то и тени я полностью уберу вправо вот таким вот образом давайте мы скроем чтобы наши фотографии были поближе к друг другу и тот же самый эксперимент мы проведем теперь программе capture one capture one есть отдельная панель настроек который называется высокий динамический диапазон и так мы света полностью берем влево белый уберем полностью влево и тени уберем полностью вправо ну вот друзья вам объективная разница и так слева lightroom справа capture one нельзя конечно сказать что в этом случае capture one справился лучше потому что при таком подходе могут появиться шумы если они есть на исходнике но надо отдать должное программе capture one без подъема экспозиции он умудрился сделать снимок более ярким добавив больше информации в тенях и мы видим с вами более интересный более контрастный рисунок и это надо отметить больше похоже на hdr чем то что нам сделала программа lightroom и так друзья как мы с вами любим это противостояние двух цветов комплементарная пара это красные оранжевые желтые оттенки с одной стороны и в синие и голубые серо-синий циановый с другой стороны поэтому мы с вами посмотрим как эти программы справляются с ярким оранжевым цветом и синим начнем с красного цвета и так друзья у нас опять город фотографии не обработанный давайте перейдем в lightroom и в настройках и чисел я красный тон уберу давайте пожалуй полностью влево оранжевый тон уберу полностью влево и насыщенность этих цветов я сделаю на полную мощность закроем настроечки перейдем программу в capture one и сделаем то же самое здесь у нас за такую настройку отвечает цветовой редактор выбираем красный цвет переводим полностью влево насыщенность полностью вправо переходим в оранжевый цвет тон полностью влево насыщенность полностью вправо увеличиваем изображение и смотрим ну разница практически никакой нету но она все-таки присутствует небольшая но есть и давайте теперь попробуем мы с вами изменить немножко тон нет он речи пожалуй менять не будем а вот он красного мы с вами изменим и так цветовой тон красного красного цвета в lightroom я теперь полностью уберу вправо на плюс то и получу вот такой вот у нас оранжевый цвет вот такую апельсинку и в программе capture one мы с вами сделаем то же самое перейдем в красный цвет и тон полностью берем вправо ну что ж друзья в этом случае мы тоже видим хоть небольшая разница но есть слева в программе lightroom мы даже видим часть лица и видите как она здесь пылает красным цветом справа краски более приглушенные они не такие яркие цвет тем не менее все-таки немного отличается слева ну мне кажется он немножко поприятнее хоть и имеет излишнюю светимость справа более такие спокойные тона и так мы видим небольшие различия пока не делаем никаких выводов просто понимаем что эти программы разные посмотрим на синий цвет и так у нас опять городская фотография у нас синий автобус у нас необработанные файлы что слева что справа небольшие различия уже видны и сейчас ну я их вижу например по стенам здания capture one мне кажется цвет немного приятнее хотя это немного субъективно и синий тоже немного другой он имеет более такие голубоватые оттенки это конечно не сильно бросается в глаза но слегка заметно давайте посмотрим как отработает синий цвет итак мы переходим программу lightroom берем ползунок тона синего цвета и полностью вводим его влево и получаем вот такой вот бирюзовый цвет а насыщенный синего я при этом полностью уберу вправо чтобы больше видеть различия и мы получили с вами вот такой вот бирюзовый чуть ли не зеленый цвет давайте посмотрим что сделает синим цветом программы capture one и так мы переносим взгляд правую часть экрана у нас с синий цвет полностью тон я перевожу влево а насыщенность право как вы видите что здесь такого бирюзового цвета не получилось и может быть навряд ли получится давайте мы с вами перейдем в аквамарин ничего синим цветом не происходит ну и другие цвета которые отвечают за синий цвет иногда бывает это зеленый тоже не меняет синий цвет да таким образом мы с вами совершили абсолютно одинаковые действия но при этом получили абсолютно разный рисунок и если мы в программе capture one не можем сделать то что нам сделал lightroom давайте теперь попробуем наоборот а сможем ли мы подобрать такой цвет как в capture one только уже в программе lightroom и так друзья переходим в тон пожалуй как то так и может быть даже сделать слегка поярче да наверное вот таким вот образом ну что ж друзья хорошо это или плохо выводы делать вам я всего лишь скажу что эти программы разные и мы с вами рассмотрели всего лишь два цвета и вы представляете и так каждый цвет они здесь абсолютно по-разному отрабатывают свои алгоритмы и мы получаем разные тональности и да благодаря этому различию мы с вами можем получать новые оттенки на наших фотографиях ну это же круто согласитесь и вот мы подошли к тому чего вы так долго ждали какие же различия мы с вами увидим тоновой кривой давайте откроем lightroom тоновую кривую и так друзья первые различия это конечно же в интерфейсе в lightroom мы видим с вами квадратное окно capture one мы видим с вами прямоугольное окно в lightroom мы с вами видим три канала красный зеленый синий capture one мы также видим с вами три канала красный зеленый синий и так открываю красный канал lightroom цепляю за середину кривой и полностью увожу ее верхний угол получаю вот такие красные оттенки давайте посмотрим что будет если мы то же самое сделаем с вами в capture one и так переходим в красный канал ну что я могу сказать слева я вижу более розовые оттенки в lightroom справа в capture one я их не наблюдаю теперь давайте снова перейдем в lightroom и в красном канале точку опустим вниз и получим с вами вот такие вот знакомые нам циновые оттенки теперь то же самое проделаем в программе capture one надо отдать должное что в capture one закрепить эту точку очень тяжело она все время пытается вернуться назад я вижу примерно одинаковая но справа в capture one я вижу более насыщенные оттенки и так в красном канале возвращаем все по умолчанию чтобы нам не мешало переходим следующий канал зеленый и так как вы помните если мы вытягиваем в зеленом канале точку вверх и влево мы получаем с вами зеленые оттенки давайте посмотрим что будет в capture one capture one мы с вами наблюдаем идентичную картинку возвращаем по умолчанию и теперь посмотрим что будет если мы подтянем вниз и в lightroom мы получаем привычный с вами фиолетовый оттенок что же будет программе capture one но друзья обращаю ваше внимание что в lightroom мы с вами видим фиолетовый цвет но он больше малиновый имеет больше красных оттенков что же касается capture one здесь на этом изображении я вижу классический фиолетовый цвет и так друзья зеленый сброшен по умолчанию переходим в синий канал и так lightroom теперь capture one и вот тут друзья для меня была самая неожиданность если в предыдущих случаях мы с вами видели различия но они не были такими значительными что же мы с вами видим синим канале и так в lightroom мы с вами видим красивый привычный нам синий цвет а в capture one мы с вами наблюдаем такой бледный фиолетовый цвет опустим кривую вниз и так друзья в кривой синем канале абсолютно одинаковые значения lightroom нам дает привычный грязный не очень красивый желтый цвет но который мы используем когда делаем фотографию чуть-чуть потеплее а что же capture one capture one зеленый цвет ну что друзья теперь посмотрим что за зверь такой люма и так друзья в тоновом канале в lightroom мы с вами видим rgb rgb это когда все три канала красный зеленый синие соединены вместе и когда мы с вами регулируем например добавляем с-образную кривую мы с вами получаем дополнительный контраст давайте мы с вами изменим положение кривой конечно полностью мы вверх загонять не будем иначе мы просто потеряем информацию на изображении давайте мы изогнем но вот примерно где-то вот так вот посередине теперь переходим в capture one также в rgb здесь прям явно видно что все три канала наложены друг на друга и они на гистограмме выделены каждый своим цветом и так друзья мы с вами тянем также примерно вот и если вы внимательны вы обратите внимание что когда я двигаю rgb в capture one у меня добавляется насыщенность цветах в lightroom этого не происходит что будет если мы подвинем вниз вы видите тоже эффект разные то есть в программе lightroom у нас искажается светотеневой рисунок при этом цвет не затрагивается что же касается в программе capture one то при изменении значений кривой именно в rgb мы с вами получаем дополнительное насыщение ну в данном случае желтых оттенков вернемся в исходное положение так как люма у нас lightroom нет то мы попробуем люма только в capture one и давайте сделаем изображение посветлее и потемнее так вот друзья люма capture one работает абсолютно также как rgb в lightroom вы и не увидите практически никакой разницы и те различия которые мы сегодня с вами посмотрели друзья это конечно же основные различия которые касаются цвета света теневого рисунка и работы с кривой но эти две программы также содержат огромное различие и при работе с виньеткой и при работе с резкостью и с добавлением зерна и много 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 чего другого и это мы с вами обязательно изучим в следующих видео поэтому рекомендую тебе подписаться на канал чтобы не пропустить следующие полезные нужные уроки по обработке фотографий и не забудь подписаться на мой телеграм-канал потому что именно там будет находиться второе видео по установке программы capture one и после того когда ты установишь программу capture one на свой компьютер мы снова с тобой перейдем youtube и продолжим изучать capture one уже на примере обработки конкретной фотографии на этом друзья все если ты впервые на моем канале то не забудь заглянуть в инстаграм и забрать подарок из двух авторских наборов пресетов с вами был серджио друзья творческих вам высот всем пока и до новых встреч